Нужно ли жить с мужчиной до свадьбы? Ни в коем случае с мужчиной до свадьбы жить нельзя. Если мы расписались, если мы поженились, то я как мужчина принял серьезное решение и взял ответственность на себя. Вы серьезно? Сколько сейчас мужчин, которые не просто подписали документы, а еще двоих детей сделали с женщиной, и потом он бросает ее и платит 2 копейки алиментов? Это либо сказочники, которые хотят у тебя что-то получить, либо тираны, которые хотят тебя быстрее реально заполучить, и он искренне этого хочет. Он говорит, все, ты моя. Делай, как я говорю, туда не ходи. Так, что мне сделать, чтобы меня взяли замуж? Так, почему нет? Наверное, это все из-за штампа, потому что нет штампа. Парюсь, мой штамп, штамп, штамп. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И прежде чем перейдем мы к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал, и обязательно смотри это видео до конца. Есть разные версии. Первая версия, которая говорит о чем? Что ни в коем случае с мужчиной до свадьбы жить нельзя, потому что что? Потому что мужчина расслабится, потеряет мотивацию, и зачем ему тогда вообще нужно будет на тебе там жениться, расписываться и так далее? Ведь он уже как бы тебя заполучил. И эти учителя, это направление, которое говорит о том, что ни в коем случае этого делать не нужно, и с мужчиной нужно жить только после свадьбы. И это и будет мотивировать мужчину брать ответственность за свою женщину. И в этих учениях ответственность и формулируется, как если мы расписались, да, если мы поженились, то я как мужчина принял серьезное решение и взял ответственность на себя. Если ты слушаешь это, и оно тебе реально откликается, и тебе это нравится, или ты так делаешь, и у тебя это сработало, и ты в итоге счастлива, класс, я не против, супер, у тебя это сработало, или у тебя это работает, или еще не работает, но тебе это откликается, пожалуйста, следуй этому. Но у меня другое мнение, я не согласен с этим. Это не значит, что я говорю, что эти люди плохие, которые этому учат, это их дело, у них есть свои ученики, свои ученицы. Мое мнение другое, мое мнение другое, как можно жить человеком, создавать союз официально с человеком, с которым мы не поняли, не проверили, как это жить нам вместе, а нам точно хорошо, а мы точно, кроме того, что у нас есть какая-то симпатия, или может быть, там нам даже в сексе хорошо, да, точно ли это гарантирует, ну, гармоничную семейную жизнь в отношениях? А точно ли конфликты какие-то, которые могут бы возникать, или там споры, или какие-то сложные периоды жизни, а точно ли нам будет окей с друг другом переживать? Потому что, понимаете, да, нам может быть две недели в Таиланде, мы отдохнули и поняли, как нам хорошо в Таиланде. Но поймите, пожалуйста, если тебе с мужчиной хорошо в Таиланде две недели, это не равно с ним будет точно хорошо жить десятки лет, или даже годы. Это не гарантирует, это разные. Или ты, может быть, тебе хорошо гулять с ним за ручкой в парке, или делать, я не знаю, в театр ходить, или какие-то переживать мини-выходные в Европе? Может быть. Но это не значит, что это разные контексты, это разные. Другое дело тоже, бывает такое, что тебе с мужчиной классно жить, ну, классно быть в отношениях, но вот время проводить вам вместе какое-то короткое, лучше по отдельности, но при этом вам классно в отношениях. Такое тоже может быть. Поэтому я считаю, что очень важно, я крайне настоятельно рекомендую это делать, жить с мужчиной и до свадьбы. Тем самым вы сможете проверить, как вам с ним. Он же тоже посмотрит, как ему с тобой, ты посмотришь, как тебе с ним, вы вместе поймете, по пути или не по пути. И это абсолютно нормально, если два человека в процессе понимают, на какой-то период, что вам не по пути, ну, что вам, ну, как-то по-другому в процессе вы раскрылись. Это не говорит, что кто-то плохой или кто-то хороший. Это нормально и совершенно нормальный исход, если так будет. И я считаю, что гораздо хуже другой исход, когда люди расписываются. А еще, не дай бог, там занимаются сексом после первого раза, после подписи документов, после свадьбы. И обнаруживается нюанс, что нет сексуальной совместимости, что да, вам было классно общаться, вам было классно как-то проводить время, а за этим всем жизнь она другая, там другой контекст. При этом обязательно нужно посмотреть мое видео «Критерии нормальных отношений», что такое нормальные отношения. При этом важно понимать, что это не значит, что ты должна приводить мужчину в свою квартиру, если она у тебя есть, а у него нет. Не нужно это называть гражданским браком, давать определение. Забудьте про это определение, гражданский брак. Кто его придумал? Это вообще пережитки СССР, гражданский брак. Причем тут гражданский брак? Тебе с мужчиной хорошо, и вы взаимодействуете, действуете по шагам. И если вам будет классно и до свадьбы, поверьте, там не будет никаких препятствий для того, чтобы укрепить этот союз. Я считаю, да, плохо рожать ребенка в неофициальных отношениях, это, наверное, там обязательно должна быть какая-то подпись документов, какая-то свадьба. Но для того, чтобы жить вместе, не обязательно документы. И это как некий тест-драйв, как проверка. И тоже то, что я часто вижу, что, опять же, иллюзия, что если мужчина подписал документы, значит он будет ответственный. Вы серьезно? Сколько сейчас мужчин, которые не просто подписали документы, а еще двоих детей сделали с женщиной, и потом он бросает ее и платит две копейки алиментов. Про какую ответственность вы несете речь? Ведете речь, простите. Сегодня же у меня был инстаграм-разбор с девушкой, которая за 30, у нее двое детей, и мужчина ушел от нее. И он ей на двоих детей 200 долларов в месяц, 200 долларов в месяц передает алименты. Это что? Это про какую ответственность вы говорите? Поэтому я считаю, что не штамп создает ответственность мужчины, не рождение детей создает ответственность мужчины. А то, как мы взаимодействуем, уровень развитости тебя как женщины определяет, какого мужчину ты выбираешь и какие отношения ты с ним строишь. И мне кажется, лучше фокусироваться на этом. А если женщина всеми силами добивается брака, подписи или замужества, блин, да это только начало. С этого только начинается. Но некоторым кажется, что вот я сейчас там окажусь и все. И наступит какие-то чудеса, какой-то волшебный, знаете, как за забором какой-то волшебный мир. Но если он не был до забора этого волшебным, то дальше он не будет волшебней. И более того, и вообще о Пасхе, я это в других видео говорил, эти мужчины опасны, которые срочно хотят жениться. Обычно за ними скрываются кто? Тираны, которые на первом свидании уже все, жениться. Это либо сказочники, которые хотят от тебя что-то получить, либо тираны, которые хотят тебя быстрее реально заполучить, и он искренне этого хочет. Кто говорит, все, ты моя. Делай, как я говорю, туда не ходи. И поэтому, дорогие мои, замужество, штамп в паспорте, мне кажется, это важный шаг. Это серьезный шаг. И мне кажется, к нему нужно подходить ответственно. Это не значит, что нужно не доверять. Это значит, что нужно, да, делать шаги, идти вперед. Но при этом понимать, чего я хочу, чего я не хочу. И да, если ты вступаешь не в офици... Ну, то есть живешь с мужчиной, скажем так, неофициально, это не значит, что ты должна сидеть и ждать с моря погоды, когда кто-то что-то надумает. Ты должен задаваться вопросом, а что, как мне прокачиваться, как женщина? Чтобы наши отношения, чтобы мужчина видел во мне классную женщину. Чтобы он видел во мне самую лучшую. Чтобы он меня считал искренне, офигенной, не такой, как все. Чтобы я была счастлива, мне было комфортно с самой собой. Чтобы я развивала какое-то любимое дело, развивалась как женщина. Важные вопросы себе задавать. А не, так, я сейчас в отношениях, так, что мне сделать, чтобы меня взяли замуж, так, почему нет? Или, знаете, тоже мне нравится эта история, все плохо. Мужчина испортилась отношения, там, что-то все испортилось. И она приходит в Инстаграм на разбор и говорит, Ярослав, мужчина меня не зовет замуж. Я говорю, это единственная проблема в ваших отношениях. То есть, правильно я понимаю, что у вас все классно. Он классный мужчина, несет ответственность, проявляется по-мужски, то есть, никаких вопросов к нему. Ты, женщина, счастливая, все класс. Только одна проблема, не зовет замуж. И зачастую, когда я задаю этот вопрос встречный, знаете, какой ответ? Ну, нет, конечно же, Ярослав, много у нас нюансов. Наверное, это все из-за штампа, потому что нет штампа. И понимаешь, и наоборот, когда в твоих отношениях все круто, и ты реально ими удовлетворена, то у тебя нет вопроса про штамп. Потому что есть доверие, есть близость, есть конкретные действия, по которым ты можешь точно понять, что я, ну, то есть, в нормальных, достойных отношениях, ко мне достойные отношения, тогда я не парюсь, ой, штамп, штамп, штамп. Ну, согласен, дорогие, звучит справедливо. Еще раз, я не хочу этим видео обвинить кого-то. Опять же, я озвучил свою точку зрения. Тут два варианта, либо оно откликается у тебя, либо нет. Если не откликается, тебе откликаются другие учения, это нормально. Это абсолютно нормально. Ты знаешь, как бы, ну, кто-то любит мясо, кто-то овощи. Кто-то любит, не знаю, отдыхать на солнышке на пляже, а кто-то любит в горы ходить. Как с мужчинами? Ты общаешься с мужчиной, понимаешь, да не, он несет фигню, ну, этот мужчина не прав. Вот если мужчину ты считаешь не прав, это не твой мужчина. Вот так же ты учителя кого-то слушаешь, и ты понимаешь, вот оно мне откликается или нет. Если не откликается, это просто не твой учитель. И у него есть свои ученики, свои ученицы, свои последователи. Вот так же и так же и здесь. Либо откликается, либо нет. Если для тебя важно еще подробнее разобраться, как же прокачивать себя как женщину. Как создавать такие отношения, в которых ты не будешь париться о штампе в паспорте, И этот штамп будет. И будет не только штамп в этих отношениях, а еще и счастье, которое будет длиться столько, сколько ты захочешь. И это счастье будет начинаться с тебя самой. Прямо сейчас под этим видео кликой по ссылке и успех записаться на бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция», где мы будем разбирать темы, как реанимировать непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, как создавать по-настоящему счастливые отношения. Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся бесплатно. Если это видео было полезно прямо сейчас, ставь лайк, подписывайся на канал и пиши твои вопросы в комментариях для будущих видео. До встречи!